Утюг нагрелся? Ага. А, черти! Тащите его сюда. Ага. Гладьте. Не понял. Ну, иначе же они не высохнут. Гладьте. А на что поставить? На шерсть или шелк? На синтетику. Ага, на синтетику. А-а-а! Если бы советский российский артист Семен Морозов снялся лишь в картинах «Семь невест и Фрейд Разбруева» и «Семь нянек», то и тогда бы он вошел в историю отечественного кинематографа. Сегодня в творческой копилке артиста десятки картин. Пережить лихие девяностые Морозову помогла вторая профессия – режиссерская. Не всем известно, что 60 сюжетов для «Эралаша» снял именно он – Семен Михайлович Морозов. Родился будущий актер летом 1946 года в российской столице. Он вырос в московских подворотнях неблагополучного района и умел дать сдачи, если кто обижал. Манеры подростка оставляли желать лучшего. Зато парень отлично боксировал. Однажды сложный подросток попал в поле зрения ассистентки режиссера, искавший мальчика на роль Вальки в картине «На графских развалинах». Женщина подошла к компании ребят, игравших в ножички, и предложила сыграть в кино. Мальчишки изо всех сил пытались понравиться тетеньке из кино, но лишь один, голубоглазый, с копной пшеничных волос, не бросил игру. Ассистентка подошла к 11-летнему подростку и попыталась отвлечь от занятия, положив руку на голову. Услышав от маленького хулигана «Убери руки, бабуся», женщина поняла, что нашла искомого артиста. Согласие матери Семена Морозова было получено, но женщина предупредила, что сын может поджечь киностудию. Студию Семен не сжег, и весной 1958 года блестяще дебютировал в приключенческой ленте по мотивам повести Аркадия Гайдара. После двух эпизодических ролей в фильмах, 16-летний школьник Семен Морозов снялся в звездной комедии «Семь нянек». Пойдем вместе в цирк, в театр, хочешь? Нет. А куда ты хочешь? Сказать? По правде. Да? Ага. Есть у меня мечта. Я вот в ресторане никогда не был. Сводить меня в ресторан, тетя моя. Нет, Афанасия, в ресторан тебе еще рано. На роли Афанасия Полосухина претендовали более старшие актеры Никита Михалков и Валерий Рыжаков. Режиссер Ролан Быгов готовился выбрать одного из них, но худсовет забраковал обоих и настоял на кандидатуре Морозова. В одной из сцен с шекспировским накалом герой Морозова кричит на воспитателей. У Семенова сцена не получалась. Кричал он в полсилы. Тогда Ролан Быгов отозвал парня за декорации и, толкнув артиста, прокричал оскорбление. У парня, 7 лет посвятившего себя боксу, реакция оказалась автоматической. Он двинул режиссеру кулаком в лоб. Ролан Быков с горящими от восхищения глазами вскочил на ноги и попросил его сыграть именно так. Фильм о трудном подростке в 1962 году собрал 26 миллионов зрителей и вошел в десятку лучших картин года. Комедию разобрали на цитаты, а для московского юноши широко распахнулись двери в советский кинематограф. В 1965 году Семен Морозов поступил во ВГИК на курс Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. Спустя 4 года он стал дипломированным актером и был зачислен в штат Театра студий киноактера. Позже, в 1979 году, Семен Михайлович получил диплом режиссерского факультета, где обучался ремеслу у самого Георгия Данелли. Кинематографическая биография артиста продолжилась в студенческие годы. В 60-е годы на экраны вышли картины «Татьянин день» и «Обвиняется в убийстве». «Он глядел на вас, стоя на четвереньках, опершись на руки. Разве не так? Так. И вы снова ударили его. Сильно. Снова сапогом. И снова по голове. Так или нет? Так. Очередной громкий успех, вынесший Морозова на новую волну популярности, случился в 1970 году, когда зрители увидели искрометную гамедийную ленту «Семь невест» и Фрейта Разбруева. Скажите, Константин, вы романтик? Я? Конечно, романтик. А вы? Я ужасный. Вы знаете, я все время мечтаю, мечтаю. Вот скажите, вам хочется улететь? И далеко-далеко, вот бывает? Бывает. Даже часто. Актер сыграл главного героя, Ефрейта Ра Костю Збруева. В роли его невесты снялась Наталья Варлей, Елена Соловей и Марьяна Вертинская. Комедию посмотрели 31 миллион зрителей, а роль Ефрейта Ра прославила артиста. В следующем году Семен Морозов снялся в мелодраме «Разрешите взлет», где сыграл молодого авиатора. Сергей Николаевич, а вы не можете мне дать пятерчик для зарплаты? А? Я тебя спрашиваю, когда сокращается длина разбега? При встречном вето 10 метров в секунду в два раза и при использовании закрывок, отклоненных на 25 градусов при номинальном режиме работы двигателей на 20-25%. Дайте пятерчик. На рубль из-за глаза хватит. И снова звездный состав картины. Анатолий Попанов, Валентин Гафт, Майя Булгакова. Затем последовала армейская служба и поручение командира рядовому Морозову отвезти уже знакомому артисту Попанову, отмечавшему 50-летний юбилей, подарок. Семен доставил подарок прямо в театр Сатиры, где служил Анатолий Дмитриевич. Режиссер театра Валентин Плучик, увидев Морозова, позвал артиста в свой театр. Позже Семен Михайлович не раз пожалеет, что отказался. В 70-е и первой половине 80-х годов на экраны вышло два десятка картин с участием Семена Морозова. Наиболее яркие комедийная лента «Три дня в Москве», военная драма «Фронт без флангов», историческая мелодрама Александра Миты, сказ про то, как царь Петр ора поженил. Войдите! Да глухие что ли! Открыто же говорю, входите! Ой! Простите, пожалуйста! Заходите! Заходите, я сейчас! Я... Здравствуйте! Здрасте! Я одну секундочку! Вы просили меня Москву показать? В драматическом сериале Василия Ордынского «Хождение по мукам» в ленте снялись звезды советского кино Ирина Алферова, Михаил Казаков и еще десяток актеров, чьи имена гремели в Советском Союзе. Помимо этого, режиссеры доверили Морозову ключевые роли в проектах «Пятое время года», «По улицам комод водили», «Красный велосипед» и многих других. «Профессор, тут же ошибка!» «Где?» «Ну?» «Термопар!» «Термо!» «Это же... «Тепло!» «А пар!» «Это же... «Пар!»» «Выходит, теплотехника!» «А мы что сдаем?» «Что?» «Электричество, да?» «Электричество!» «Ну?» «А при чем тут термопар?» Под занавес 80-х годов артист снимался редко, зато дебютировал как режиссер, сняв на Мосфильме кинокомедию «Происшествие в Утиноозерске», где собрал два десятка звезд советского кино. В 90-е годы актер радовал поклонников появлением в эпизодах. Морозов переключился на съемки юмористического журнала «Иролаш». В 2000-е годы зрители снова увидели любимого артиста в сериалах «Участок» и «Заколдованный участок», где он сыграл обаятельного жителя Анисовки Мурзина. В 2014 году состоялась премьера биографической драмы «Стартап», в которой Семен Морозов сыграл отца главного персонажа. Личная жизнь В настоящее время актер женат третьим браком. Первой супругой Морозова стала однокурсница Марина Гончук, с которой он прожил 13 лет. Во второй раз Семен Морозов повел в ЗАГС гримера Светлану, которая родила мужу первенца Мишу, когда сыну исполнилось 5 лет, актер на съемках ленты «С любовью пополам» познакомился с 16-летней дочерью режиссера Светланой Родичевой. В юную красавицу Свету влюбились Максим Дунаевский и Владимир Высоцкий, но предпочтение девушка дала Морозову. Роман развивался неспешно. Они поженились через 7 лет. Вскоре у пары родилась дочь Надя. В 2008 году актеру диагностировали рак горла, но Морозов поборол болезнь и наладил отношения с сыном, чувство вины перед которым не давало ему покоя. Сейчас Семену Морозову 73 года. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.